если вы выросли в этой большой и прекрасной стране то наверняка ответите без ошибок на все вопросы ставьте лайки если рубрика вам по душе и вы хотели бы увидеть ее продолжение напишите нам в комментариях сколько верных ответов вам удалось дать в какой день недели советские космонавты не делали старты космических ракет на орбиту сергей королев не любил старты по понедельникам и отстоял свою точку зрения в самых высших инстанциях вылеты в начале недели не производились три года а когда их снова разрешили произошло 11 аварий тогда с 1965 года в советской космонавтике понедельник официально стал не стартовым днем а каким видом спорта занимался николай озеров до того как стал спортивным комментатором николай озеров советский теннисист и спортивный комментатор и актер народный артист рсфср среди советских теннисистов он завоевал рекордное количество золотых медалей на чемпионатах 24 а какой советский актер сыграл больше всех ролей в кино рекордсменом по количеству ролей в художественных и телевизионных фильмах является армен джигарханян он снимался в 275 картинах валентин гафт сочинил про него стишок гораздо меньше на земле армян чем фильмов где играл джигарханян а что это за знак который часто можно было встретить в ссср государственный знак качества ссср был введен в действие 20 апреля 1967 года использовался для маркировки серийных товаров народного потребления и производственно-технического оборудования а а стихи какого поэта читал шурик из операции и лиде придя в гости к лиде шурик прочитал ей свое любимое стихотворение ярослава смелякова вдоль маленьких домиков белых акация душно цветет хорошая девочка лида на улице южный живет в ссср был установлен первый в мире памятник конкретному рабочему человеку кому в 1968 году в городе горловка у ссср был установлен первый в мире памятник конкретному рабочему человеку на постаменте установлено изваяние шахтера никита изотова благодаря своему методу основанному на тщательном изучении угольного пласта и четкой организации труда он смог добиться небывалой выработки и выполнить план более чем на 500 процентов а как назывался детский футбольный чемпионат в ссср кожаный мяч крупнейшее всесоюзное соревнование по футболу среди детских команд инициатором проведения чемпионата был вратарь лев яшин идея была реализована при поддержке в лксм первым чемпионом среди 170 тысяч команд стала чайка из минска а как назывался популярный в ссср переносной магнитофон с 1963 по 1990 годы в киеве и запорожье производились на транзисторах переносные магнитофоны весна это был один из самых востребованных магнитофонов в ссср а какая была самая длинная река в ссср енисей длина которого составляет 6000 километров является самой длинной рекой ссср на втором месте река от протяженностью 5570 километров третье четвертое место делит лена и амур протяженностью примерно 4000 километров а какую детскую передачу вела известная советская актриса надежда румянцева будильник детская телепрограмма которая выходила на экраны по воскресеньям с 1965 по 1997 год за годы существования программы сменилось несколько ведущих среди них была и надежда румянцева а кто был первым президентом союза советских социалистических республик первым и единственным президентом ссср был михаил горбачёв этот пост был введен в марте 1990 года до этого времени высшей была должность председателя верховного совета ссср а в каком году был запущен первый искусственный спутник земли первый искусственный спутник земли спутник один был запущен на орбиту 4 октября 1957 года запуск был осуществлен с полигона министерства обороны тюра там который впоследствии получил название байконур а кто стал председателем совета народных комиссаров после ленина после смерти ленина должность председателя совета народных комиссаров занял алексей иванович рыков он активно проводил не выступал против сталинской идеи коллективизации формирования индустриализации и пятилетней системы планирования народного хозяйства а сколько в ссср стоил стакан газировки из автомата чтобы выпить стакан газировки нужно было опустить в автомат сатуратор одну копейку стакан воды с сиропом стоил дороже 3 копейки а как называлась образовательная радио передачи для младших школьников 70-х 80-х годах в 1970-х 1980-х годах в первое воскресенье каждого месяца на всесоюзном радио выходила программа для младших школьников радио няни ведущие в шутливой форме рассказывали детям правила русского языка законы математики и физики основы биологии и так далее а в каком советском фильме прозвучала фраза если бы вы были моей женой я бы повесился это сказал шурик из фильма иван васильевич меняет профессию своей соседке ульяне андреевне фраза прозвучала в ответ на реплику супруги управдома если бы я была вашей женой я бы тоже ушла а что дарили победителем первых выпусков телепередачи что где когда передача что где когда впервые вышла в эфир 4 сентября 1975 года в 70-х 80-х годах игрокам не дарили ни денег не хрустальных софт главными призами были ценные книги а как изначально планировалось назвать автомобиль победа по задумке разработчиков автомобиль должен был называться родина но эта идея не понравилась сталину он спросил у разработчиков ну и сколько у нас будет стоить родина после этого вопроса автомобиль сразу переименовали в победа а как в народе называлась котельная в которой виктор цой работал кочегаром в 1986 году виктор цой устроился работать кочегаром в котельную камчатка по адресу улица блохина 15 в ленинграде там в свое время работали многие музыканты проводились подпольные рок-концерты сейчас это музей виктора цоя а теперь бонус вопрос без ответа как называется это бразильская мелодия которая стала очень популярной в ссср в 1989 году напишите правильный ответ в комментариях надеемся что вам понравилось мы порадуем вас еще массой увлекательных тестов на различную тематику подпишитесь на наш канал и вас каждый день здесь будет ждать новый занимательный тест если вам понравилось ждем от вас лайки и комментарии с впечатлениями о пройденных вопросах